Друзья, всем привет, это Первый Уровень, мы продолжаем прохождение Сталинград. Я думаю, что сегодня у нас финальная развязка, так что давайте приступим. Приличный отряд русских движется сюда с огромной скоростью. Буквально через 15 минут они уже будут на подступах к фабрике. Мы должны отстоять этот бой. Я надеюсь на вас. Готовьтесь к Вороне и удачи! Ну что ж, вот такая вот заставочка. Сейчас мы наступаем, судя по всему. Немецкие войска заняли остатки военной фабрики и готовятся в кратчайшие сроки возобновить производство боеприпасов для тяжелой техники. Ваша задача не пропустить этого и выбить немногочисленные немецкие силы. Ну посмотрим, насколько немногочисленные. Вот в предыдущих миссиях что-то было их дофигище. С территории фабрики попутно ликвидировало важного капитана СС, что прибыл с последним конвоем. Так, но перед началом миссии я лучше сохранюсь, потому что в последнее время как-то игрушка вылетает, к сожалению. Так, что у нас из оружия? Автомат и граната, да? Наши бравые. Блин, застревают, если бы вы еще, ребят, не застревали. Ладно, вперед. Обойдем их по флангу, попробуем. Ну, с автомата сложно, да. Так, они еще и в здании. Переключились, к сожалению, на меня. И, наверное, с первой попытки у меня не выйдет тут особо пройти. Так, кого они там? Ох ты, смотрите, сколько их там. Ну да, с первой попытки, к сожалению, не удалось пройти, но ничего страшного. Так, там снайпер работает, да, но... Вот так вот сделаем. Так, держите, ребята. Попробуем их закидать. Ну, какое-то разнообразие, знаете ли. Миссих уже неплохо. Так, срубили мы автоматчика. Посмотрите, сколько их там бежит. Нет. Оказывается, никого мы там не... Сверху не ликвидировали. Жалко, что у меня только автомат. Непонятно, попадаю я по нему или не попадаю. Так, советские солдаты еще тут есть. Так, подберемся поближе. Попробуем во всяком случае. Все равно нам нужно входить в фабрику, скорее всего. Так, ну вот этот чувак, реально. Понятно. Здесь два снайпера. Так, теперь я застрял в какой-то фигне. Да, почитал ваши комментарии. Конечно, мод немножко тушноватый. Это верно сказано. Так, идем внутрь фабрики. Ну, смотрите. Немного тупят. Так вот, к чему это я? Мод, конечно, немножко, как вы написали, душный. Не без этого. Немножко заскриптованный. Но в целом... Ну и видите, я еще прохожу на самом последнем уровне сложности. Это тоже играет роль, конечно же. Так, ну минус. И еще минус. Дали бы жизнь. Винтовочку дали. Так, там кто-нибудь есть? Так, ну вроде бы здесь никого нету. Ладно, поднимаемся на второй этаж. Там должен стоять снайпер, по идее. Или пулеметчик, которого мы не ликвидировали. Дали бы еще аптечек. Был бы совсем хорошо. Но смотрите, из воздуха появляется чувак. Интересно, кто меня сейчас снял. Видимо, по коридору есть еще снайпер. Через стенку кто-то стреляет, к сожалению. Понятно, кто. Ладно, понятно. Там пулеметчик. Так, ну минус один хотя бы. Интересно, у нас советские солдаты еще остались, конечно. Ну и я не знаю. Чувак, иди проверяй. Врывается чувак. Отвлекает он немножечко на себя. Что позволяет нам снять пулеметчика. Да, здесь мы будем долго, конечно, торчать. Чувствую. Там кто-то стоит. Так, еще раз из пушек у нас. Он меня не может там видеть. Давайте все-таки проверим первый этаж на предмет аптечек. В особенности меня интересует. Так, ну вот он, наверное, сидит вот здесь вот. Сейчас мы с него выйдем. С другой стороны. Так, готов. Минус один. Это уже хорошо. Это уже неплохо. Ну, честно говоря, я уже больше там особо не вижу. Не, ну они есть все-таки, да. Видите? Все равно есть. Ну, в этом окне, но я туда не доброшен никак. Гранату, видите, к сожалению. Вообще ни разу. Ага, еще с той стороны. Ну, мне очень хочется туда добежать. Потому что, мне кажется, там аптечка должна быть. Ну, ладно. Придется эту идею немножко отложить. Потому что сверху меня, конечно, расстреливает только в путь. Поэтому попробуем пробиться старым методом. Он прям там меня караулит, получается. С двух сторон, короче. Разравы поставили вон там снайпера, с левой стороны снайпера. И далее простой автомат в вооружении. И крутись, как хочешь. Да, гениальное решение, конечно. Ну, что ж. Ну, здесь, как говорится, не придется просто... Так. Еще не заспаунили чувака сверху. Ну, гениально просто. Знаете, в чем самая сложность? То, что там... Он просто вообще сливается с текстурами. Его вообще там не видно. Не знаю, снял я его или нет. Ну, судя по всему, снял. Но это жесть полнейшая. Так, пробуем. Ну, вот их двое, да, стоят. Получается. По этой стороне. Ну, вот он прыгает, как бы, да. Все на этом сером фоне. Немножечко, конечно, сливается, мягко говоря. Больше оружия у меня и нету, да. Ну, это единственный выход из этой ситуации. В этом окне тусуется. Ну, видите, я не докидываю, к сожалению. Во! Отлично! Слушайте. Все-таки я попал. Это очень хорошо. Это дает нам шанс. Что там сейчас затишье. Ну, я надеюсь, что я попал. Давайте посмотрим. Ну, ближнего вроде бы, да, я уничтожил. А вот дальний, смотрите, стреляет все. Ну, короче, их все равно два осталось, но это дает мне шанс теперь все-таки пробраться в то здание. Нет, там пулеметчик остался. Там остался пулеметчик. И справа остались двое снайперов, да? Слушайте, ну, мы сейчас будем пробовать той же методичкой. Ну, не знаю. Ну, минус, кажется. Просто они не дадут мне там пройти. попытаемся. Так, здесь я что-то застрял. Да, здесь есть броня, есть аптечка. Все верно, я предположил. Это, конечно, нам может облегчить. сейчас задачу. Ну, что ж, ну, если взяли за мод, то нужно его добить. Правильно ведь? Не бросать же его. Вот, смотрите. Вот, с той стороны, да, лупят. Ну, что ж, поднимаемся. Что нам еще остается? Здесь еще постоянный, как бы, блин, этих чуваков в этом дворике и не было. Они их заспаунили. так, ну, ладно. Поднимаемся наверх. Еще постоянно в чем-то застреваешь. ну, вот, хотя бы здоровья, не знаю, хватает добежать, в лучшем случае. так, по мне лупят. Но это уже что-то мы прорвались. Так, они идут. все. Несмотря на то, что миссия вроде как продолжалась, но победа. Ну, ладно, посмотрим, что нам ждет. Отряд 57-й стрелковой дивизии так и не покинул город Сталинград вместе с основными войсками. Несколько солдат под руководством Геннадия Кукового наносили диверсионные удары по немецким войскам в городе и окружных деревнях, что очень сильно вредило военной машине Германии. Через несколько месяцев Геннадия захватят в плен. В 45-м его освободят оккупационные советские войска и в 47-м году он будет признан предателем. Расстреляет его 12-го ноября 1947-го года. Ну, вот такая историческая отсылка. Слушайте, это оказалось последним уровнем на этой карте Сталинграда. Что могу сказать? Если играть, то желательно, наверное, разбивать это на несколько дней, потому что ну, немножко аддон этот душноватый. Да, в комментариях мне написали, то есть я это прочитал, уже на некоторые ответил. свое мнение вы можете высказывать в комментариях. Будучи мы еще затронем несколько аддонов, которые по рейтингу Вульфенштейна стоят в самом верху. Какие пока раскрывать не будут, но я думаю, что плюс-минус наша аудитория будет довольна. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Это был первый уровень. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось прохождение. Впереди множество еще игрушек, каких узнаете чуть позже. Пока-пока.